привет народ как у вас дела в этом видео поговорим про лучший прим танк этого года понятное дело что у каждого свой лучший прим танк каждый играет по-своему как ни крути кому-то нравится один геймплей кому-то другой и танки все используют по-разному кто-то играет активно кто-то более пассивно кто-то на full голде а некоторые типа пытаются фармить серебришка им важнее но так или иначе есть набор топовых прим танков и очевидно что почти все люди будут выбирать лучший прим танк 2021 года именно из них и так кандидаты на лучший прим танк 2021 года skoda t56 в августе продавался этот танчик и все кто купили я думаю что поняли что это один из сильнейших прим танков 2021 года по-любому такой бешеный барабан на два снаряда с огромной альфой и очень крепкая башня что еще нужно для рандома да и остальные параметры у танков обалденные большинство людей сразу бы назвали этот танк лучшим но из лучших есть еще такой там как бураск очень быстрый маленький небольшой танчик абсолютно без брони с хорошей маскировкой и опять же быстрый барабан который точно так же как и у skoda быстро перезаряжается и тоже на два снаряда только у skoda альфа 460 а у бураска 360 общая черта у этих танков одних из самых лучших это быстрый барабан на два снаряда который очень быстро перезаряжается имеет хорошую альфу но опять же на бураске играют в основном статисты поскольку пробитие небольшое и реализовать этот танк сложно если skoda будет еще прощать какие-то ошибки за счет того что это тяжелый танк и у него хорошая броня в башне очень хорошая то вот бураск ничего не простит это исключительно танк для людей которые очень хорошо играют на нем нужно знать все аспекты игры малейшая ошибка и все ты начинаешь следующий бой еще среди этих танков спрятался чарли мэйн британский тяжелый танк восьмого уровня их не так уж много в рандоме его мало кто получил этот шарли мэйн можно было получить в ранговых боях и понятное дело это танк мало кто получил поскольку на самом деле ранговые бои не особо популярный режим world of tanks даже я не стал в него играть и танк этот тоже не получал поскольку ранговые бои играбельные на самом деле первые пару дней а потом они превращаются в режим где бои по содержанию хуже чем в рандоме и там играют челики даже слабее чем в рандоме содержание никакого там не получишь если быстро в первые дни не вырвешься вперед в самый верх понятное дело что на этом шарли мэйн не играют одни статисты в основном танк про альфу про какую-то там подвижность и так себе броню поэтому статисты ездят и от своего скилла наносят альфу поэтому у него такая высокая планка такая высокая статистика и больше никаких особо заслуг у него нет только есть альфа и он есть у некоторых статистов все до сих пор в топе премиумных танков держится м54 ренегат это заслуживает уважения поскольку он уже давно в эре и по-прежнему очень высоко по статистике у танка отличное орудие так себе броня он хорошо фармит у него хороший обзор опять же те кто умеют могут его реализовать а вот тот танк который лично мне больше всего понравился из новых премиумных в этом году да и не только из новых а в принципе вообще из самых сильных прям танков мой а стран рек спустился уже довольно таки глубоко ниже него только про жетто по статистике примерно одно и то же у них но на стран рекс намного тяжелее играть он не прощает ошибки его орудия тяжело реализовать поскольку это барабан который довольно таки продолжительное время перезаряжается между снарядами внутри барабана тоже 4 секунды это очень долго что означает что нельзя раздавать барабан размениваясь выстрел на выстрел с дпм нами танками они попросту могут вас перестрелять а потом вы еще и уйдете на долгое кд плюс танк не особо то подвижный поскольку маневренности не сильно много есть только максимальная скорость вперед-назад и все и немного брони с огромным лючком на башне опять же танк не для всех ну и хочется еще сказать про про жетто он до сих пор еще хорош очень приятный удобный танк на нем очень легко отстрелять какой-то обычный свой средний урон поскольку орудие приятное стабильное и очень комфортно и там конечно же ватный брони у него нет ошибок он не прощает но многие на нем просто стоят там какие-то дефолтные кустики постояли постреляли с них свой урон чик отстреляли особо не заморачиваются отдыхают на танчики и все про жетто появился очень давно и до сих пор находится на высоких позициях это означает что танк прошел проверку временем но в принципе по сути больше какие-то танки выделить я не могу остальные явно слабее не такие комфортные не такие стабильные да конечно еще есть хорошие танки которые просто можно назвать хорошими но большинство не могут на них реализоваться или не могут отыграть стабильно для большинства танкистов они еще сложнее чем эти поэтому у нас получается топовые принт танки за 2021 год skoda t56 burask ренегат астрон рекс и про жетто когда только появился впервые про жетто для меня это был мой любимый прям танк самый офигенный самый классный но прошло время появился ренегат потом этот танк для меня стал самым лучшим офигенным и просто я кайфовал от него насколько он силен своим орудием и как хорошо он фармит серебро после этого появился burask с ним любви сразу не произошло танк очень сложный но прошло время я научился на нем играть взял три отметки как и на всех остальных прям танках тоже я понял как на нем играть как им управлять в чем его суть результаты пошли просто колоссальная когда вольешься в ритм burasko понимаешь почему он на первых позициях по статистике почему его многие любят танк реально офигенный но после burasko появилась skoda t56 это было нечто что это вообще за танк такой я до сих пор иногда найдем играю и просто офигеваю насколько же высока на нем планка на 3 отметки это самая высокая планка сейчас среди всех прям танков 8 уровня выше него нету ничего вообще во первых это тяжелый танк с офигенной крепкой башней во вторых это орудие чего она делает она просто уничтожает танки очень быстро это невероятно такая огромная альфа в таком еще и барабане это просто шок единственный минус у танка как по мне это обычное пробитие но это даже минусом особо не назовешь если мы еще и больше пробить и отдать до этого вообще уже незаконно он и так вне закона и для меня реально skoda t56 сейчас один из самых сильных прям танков это по-любому сто процентов он очень стабильный он очень классный он очень сильный если про же то уже просто под надоело я давно на нем не играю потому что он ну грубо говоря старенький уже если на бураске надо потеть и нужно войти в его ритм а на ренегате я так много накатал что просто он под надоел то вот skoda t56 никогда не перестает удивлять насколько он быстро успевает в любом бою настрелять урон даже в самом быстром и после этого всего появляется а стран рекс который я поначалу даже думал а нафига он мне нужен она что-то не едет что-то она ничего не пробивает некоторые люди называют его плохим смотришь на параметры танк параша но после того как я его получил и научился на нем играть я конечно же не сразу стал на нем нагибать все что движется в рандоме танк немного заставляет задуматься обычным его точно не назовешь барабан на 1600 урона с перезарядкой 30 секунд примерно и когда между снарядами 4 секунды с небольшим пробитием нормальный альфой 320 я думаю для такого барабана это вполне себе ок и он небольшой такой увн и хороший при том что он низенький но при этом так себе ездит все эти параметры в кучу складываешь и думаешь что это за монстр такой вообще получился когда научишься на нем играть то понимаешь что это просто очень мощный танк в таком маленьком непонятном танчике заключена огромная мощь на нем нужно просто за бой создать себе пару удобных моментов за которые ты раздаешь барабаны и потом в конце если даже бой плохой пока тебя убивает и еще барабан раздаешь у тебя уже настолько много урона что ты не имеешь права на какой-то негатив за бой ты наигрался настрелялся все что тебе еще надо ты попере убивал все что можно было как по мне у танка минусов ну дай бог полтора один это то что у него отдельная мощность так себе а второй это мало снарядов потому что хочется в некоторых боях убивать еще а снаряды заканчиваются и это такие смешные минусы честно говоря я не знаю какой из этих танков самый лучший в каждый период времени для меня каждый из них был лучшим но на данный момент на мой взгляд астрон рекс и skoda t56 это прям что-то незабываемое с абсолютно разными геймплеями с вам был варчик карать красиво всем пока а